Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Я занимаюсь своей табатой, а попутно решил вам рассказать такую интересную вещь, как контролировать свой пульс, когда занимаешься для худения. Это всё для худеющих, ребят. Вот, особенно для начинающих, для толстяков, которым я когда-то был. Вот, как контролировать и какой он должен быть. Ну, насчёт как контролировать, есть два варианта. Вот мне сейчас в уши всё время говорит мой пульс, вот, потому что у меня, на меня сейчас надета такая вот фиговина, видите, вот полоска чёрная, да, и синий огонёк голубой. Вот, это прибор, синий огонёк, это приёмник, а полоска это передатчик, и, значит, у меня датчик на сердце, и он передаёт, каждые 40 секунд я поставил, он передаёт мне мой пульс. Вот, сейчас послушаем-ка, интересно, какой сейчас будет, у меня скорость сейчас, эй, 3.9, ну, 4 поставим для ровного счёта, 4 мили в час. 81, 81 у меня сейчас пульс. Вот, ну, для начала какой ещё есть вариант? Я, по-моему, уже его показывал. Вот есть такой напальчник, да, кнопочку нажимаешь, и он показывает наполнение кислородом и пульс. Ну, можно вот так вот, но это утомительно. Здесь вот 83 уже показывают, да. Это утомительно, а когда вот она висит, вот эта вот коробочка стоит на Алиэкспрессе где-то 12 долларов примерно. Вот, а эта вся сбруя с приёмником, с передатчиком уже где-то в районе, в районе 20 долларов. Вот, ну, я вот видел ещё, перед тем, как купил, даже футболисты, спортсмены на себя надевают вот такие штуки, вот, чтобы врач знал, какой у них пульс. Ну, чтобы сами знали, да. Ну, это с датчиками. Ну, можно так, конечно, померить просто вот, найти на лучевую артерию, посмотреть. Ну, это, ну, можно так для начала. Вот, варианты есть. Теперь, какой он должен быть? Ну, вот, в интернете страшное количество вот этих раскладок математических. Я одно время даже увлекался, искал их. Не знаю, там нашёл штук 10, наверное, вариантов. Ну, в общем и целом, где-то примерно вот от 200 отнять возраст. Вот это максимальный пульс при тренировке. Ну, вот мне сейчас, ну, пускай 60 округлим. 200 минус 60, 140. Да, ребят, я, я с дуба паду сразу, если у меня 140 пульс загонится. Это, не знаю. А тем более, когда я толстый был. Вот, смотрите, вот, когда я был толстяком, да, и вот с этой штуковиной ходил. Ребят, 110 это максимум. Вот 110, ну, 115. Ну, для моего возраста, скажем. Я в 59 начал. Вот. Если вы постарше, вернее, помоложе, помоложе, да, постарше, ну, не знаю, если кто-то рискнёт, мне расскажите. Вот. Если вы помоложе, ну, до 120, дальше не загоняйтесь. Не нужно вам этого. Посадьте сердце. Вот сейчас у меня, ну, ребят, уже тренированное сердце. Ей-богу, каждый день прохожу там по сколько, по 10, по 12 километров. Это уже в течение какого времени, уже пару лет, да? У меня в покое сейчас пульс вообще там 56 где-то. Вот. А вот на тренировках, вот сейчас я в уши слушаю. 83, 83. Ну, я знаю, что это у меня нормально. Вот так вот. Ну, могу чуть-чуть побольше. Вот 86 где-то. Вот так вот. До 100. Вот запомните эту цифру, ребята. Не лазьте, не ищите ничего. Если вы хотите остаться в живых, да? Как этот сериал какой-то был, остаться в живых. Вот. И больше не нагоняйте. Не нужно этого. Уже 100. Сердце работает нормально. Кровь гоняется. Вот. И жир сжигается. Пускай вам это будет маслом по сердцу, да? При 100 прекрасно ждётся жир. И ещё вот говорят, что жир начинает сжигаться только после получаса... Вот болтать всё время это. Уши мне. Вот. 84. Всё говорят, что вот первые полчаса горит глюкоза, да? А только через полчаса интенсивной тренировки начинает гореть жир. Ребята, забудьте это. Я первое время так переживал. Всё старался больше полчаса. Ну, у меня, правда, получалось. Но мне было жалко вот этих вот первых полчаса, пока я, ну, как бы в холостую, что ли, хожу, да? Вот. Нормально, он сразу горит. Не переживайте. Оно всё идёт в копилку. Любое движение идёт в копилку. Вот сейчас 84. Ну, я говорю, у меня вот даже... Вообще странно. А ну-ка нагоним. 4,5 мили поставлю, посмотрю, как пойдёт пульс. Вот. Я вчера, перед тем, как вот этот ролик записать, я достал вот эту штуку, зарядил, пыль стряхнул, надел и гулял с собаками. Ну, с собаками максимум 82. И то, когда я за ними немножко пробежался. Потому что они сейчас рвут во все стороны. Им интересно. Лето наступает. Вот. И, в общем, 82 максимум. Вот. Но, ребята, это при том, что у меня в покое 56. Вот. 85. 85. Вот. Так что, вот смотрите. Запомнить просто цифру. Знаете, не нужно вот маяться. Какие-то калории считать. Что-то такое там. Еду взвешивать на граммометре на каком-то, да. На плюте слюной. Главное, еду брать. Ну, как сказать. Для худеющих. А ну, что такое? Овощи. Овощи. Меньше фруктов. Все-таки во фруктах сладостей много. Сахара. Хотя говорят, фруктоза. Да, все равно. Сладкие фрукты. Особенно бананы. Вот эти, да. Или дыни. Это, дыня, это русский вариант банана. Этифай. Вот все равно 86 не набегает. Вот. О чем это я? Берите нормальную пищу. Овощей можно есть вообще сколько угодно. Целый день ешьте капусту. Не заблеете ничего. Капусту. Вот это огурцы. Вот это зелень. Это листочки. Лопайте целый день. И голодами не останется. Привыкните. Я привык, и вы привыкнете. Чем вы хуже меняли, я хуже вас. И лучше вас. Вот. Капусту. Ну, мясо, ребята. Мясо, рыбу. Обязательно. И вообще вот. Каша. Кто-то мне тут недавно написал, что... Ой, спасибо, я вас послушала. Теперь я масло сливочное не кладу ни в кашу, ни в макароны. Ребята, а зачем вам каша и макароны, если вы собираетесь худеть? Каша, макароны, хлеб. Ничего нельзя. И причем капусту? Только тушеную, такую в воде. Потому что если вы начнете жарить капустные котлеты, да еще с манкой, да? Манка чистая глюкоза, только шоколад. Только белый и крупчатый. Вот. Ну и все тогда. И все ваши, все вот эти дела. И голодание тоже. Ну не надо голодание. Ну один разок там сутки, двое. Вот. А вообще кушайте целый день, но кушайте то, что надо. Вот. И пульс. Хлеб еще нельзя, да. Нельзя. Все. Нельзя. Забудьте. Черный, белый, зеленый, желтый. Любой. Нельзя. О, эти секс. Ну наконец-то. Разогнался я до 86. Вот. Кушайте. И до 100 пульс. Все. Не надо рисковать, ребята. Ну. Если вы такой уж крутой. Ну попробуйте на свой страх и риски. Более всего вы врач. Вы знаете себя. Вот. А вообще зачем вам инфаркт-то? Вот инфаркт схватите и уже какие тренировки, какое худение. Валяться в постели еще врачи будут и курить запрещать. И все. Потихонечку. Постепенно. Аккуратненько. И все у вас будет тип-топ. Так. У меня 10 минут доходит. Сейчас у меня вторая стадия будет. Табаты. Я вот сейчас хожу 10 минут. Потом табата. Она у меня уже сейчас тоже минут 7 где-то. Вот. А потом еще раз хожу. И целый день себя чувствую прекрасно. А я еще воду эту пью водородную. Между прочим там вообще отдельный разговор. Но это потом как-нибудь. Чао. Чао.